Большое спасибо. Да, теперь сложно будет. Вы так меня расхвалили. Что я должен сделать, чтобы вы не разочаровались? Спасибо, что пригласили. И на эту научную встречу большое удовольствие быть среди молодых коллег и говорить на такую тему, которая меня очень интересует. Это клинические испытания. Это тема, как инициировать клинические исследования, как вы можете это сделать. И я решил, собственно, не вдаваться в сложности методологии клинических испытаний, потому что есть много источников, где можете найти подобную информацию. Я решил больше сосредоточиваться о всяких таких фишках, вот что могу сказать. Если вы хотите сделать карьеру как молодой онколог и заниматься научной работой, что надо делать? Потому что есть много очень интересных советов, много интересных систем, как можно это сделать. И прежде всего, как начать ваше клиническое испытание? Мне кажется, что вот как раз вот это шесть самых важных тут моментов для меня. Прежде всего, вы должны какие-то новые идеи сами для себя определить, найти какую-то нишу для себя и своего пациента, найти хорошего наставника. И, конечно же, вы должны найти единомышленников, проводить исследования, обновлять свое резюме всегда, писать заявки на грант. Всегда у вас должна быть мотивация, вы должны следовать правилам и всегда быть честным и справедливым, и все у вас получится. Мы говорим об исследовании, конечно, все начинается с первоначальной идеи, когда вы думаете, что вот надо сделать проект, сделать что-то такое, чего никто никогда до вас не делал, что, конечно, очень сложно, или, если это возможно, например, кто-то сделал, но ему это плохо удалось, и выбрать тему интересную. Может быть, на эту тему есть много всяких литературных источников публикаций, но они очень противоречивые, и вам нужно провести свои собственные исследования. И, конечно, это было бы идеально, сделать что-то такое, что было бы сейчас такой горячей темой, и чтобы оно также оставалось горячей, интересной темой на будущее. Иммунотерапия, например, сейчас это очень важная тема. И когда вы обдумали проект, которым будете заниматься, проверьте литературные источники, что уже имеется, что уже писали, чтобы не повторяться, а сделать что-то новое, чтобы не терять деньги, пациентов, время, надо сделать очень хорошую публикацию. Если вы запланировали сделать такое перспективное исследование, потом клиническое исследование, вы должны уже знать, может, какие-то аналогичные клинические испытания сейчас идут на ту же самую тему. Проверьте базу данных, прежде чем будете начинать какой-то проект. И далее я упоминал нишу интересов, что это означает. Вот вы, как молодой онколог, какую нишу вы для себя хотите найти? Очень сложно, конечно, адресовать какие-то другие темы в рандомизированных исследованиях испытания новых лекарственных средств. Мы должны найти, может быть, какие-то маленькие ниши, в которых может не так много людей сейчас работать, специалистов. И что второе важное, вот эта ниша, эта сфера исследователей должна быть очень важна для вашего пациента с точки зрения исследователей. Вопросы, например, у молодых пациентов с раком молочной железы. И это, конечно, очень важно. Вопросы, связанные с рождением ребенка и беременностью таких женщин и так далее. Это для молодых пациенток, и это, конечно, очень важный приоритет. Найдите свою нишу, свое преломнение интереса, чтобы там не так много было других специалистов. Когда придите с темой исследований, проводите исследования очень последовательно. Вот я, например, я, когда студентом-медиком был, исследовал, это была третья, собственно говоря, мы смотрели на корреляцию между раком молочной железы и возможность женщины родить здоровую ребенка и так далее. Я работаю по студентам, потом в Брюсселе вернулся, писала там диссертацию тоже, кандидатскую также по раку молочной железы. Ну, собственно говоря, вот тема была более-менее одна и та же. Я эту нишу для себя решил дальше освоить, проводил аналогичные исследования, то есть аналогичная была тема, и я вот стал проводить исследования, связанные, собственно говоря, с тем же самым. И я разработал сейчас, собственно говоря, уже руководство, как работать по этой теме. Я уже, можно сказать, действительно эксперт, так сказать, по этой теме. То есть, как вот найти свою сферу интересов, прежде всего, и делать разные исследования на какую-то конкретную четкую тему. Будьте последовательны. Второе, что важно для молодых онкологов, мы должны найти хороших наставников, тех, кто помогут нам разрабатывать наши исследовательские программы, проводить наши испытания. вот это с научной точки зрения важные. Если у меня хорошие наставники, у меня будет много хороших качественных публикаций, будет хороший индекс цитируемости и другие индексы, это очень важно для любого молодого онколога, для меня также это очень важно, и я вам того же желаю. это система образования, обучения, наставничество, когда более опытные старшие коллеги помогают вам, проводят это обучение, это наставничество, и наставник отвечает за то, чтобы поддерживать обучаемых, потому что он несет за них ответственность. Есть три основные характеристики хорошего наставника, и те характеристики, которые мы ищем, мы обобщаем вот эти три основных хипостази эффективного наставничества, он должен быть компетентным, иметь большие знания в этой области, он должен иметь международное признание, он должен вас ограждать, так сказать, от ошибок, вести вас как молодых онкологов, третье, что тоже очень важно, он должен быть очень предан своему делу, конечно, это отнимает очень много времени, если человек наставник, и надо находить очень хороших людей, действительно, потому что наставничество очень сложно, даже если человек прекрасный эксперт в этой области, это не значит, что он обязательно поопределению должен быть очень хорошим наставником, очень много времени так же, он должен на это затрачивать качество хорошего наставника, он должен быть всегда в вашем распоряжении, должен вас также уважать, и должен быть известен, конечно, в научных кругах, и вот если вы хотите выбрать наставника, например, вы должны понимать, что он сможет как-то действительно вам помочь, вы должны понимать, как складывается карьера этого человека, например, если вы специализируете, например, Эрик Уайнер, один из лучших наставников по раку молочной железы, он в этой клинике работает, он самый крупный специалист, очень многим помог, и потом его обучаемый добились большого успеха, сейчас я перехожу к также другим аспектам наставничества, я все еще в госпитале являюсь наставником молодым студентом, но нужны особые качества наставнику, вы должны быть, собственно говоря, оптимистом, вы должны быть очень работоспособным, трудолюбивым, упорным, вы должны уметь влиять на других людей, и должны иметь прекрасную репутацию, люди должны знать о ваших научных работах, вы всегда должны быть видимы, так сказать, общайтесь как можно больше, как я вам потом еще покажу, это очень важно, и вот очень хорошая система образования, и у нас была в АСКО сессия молодых онкологов, которая была посвящена наставничеству, она мне очень понравилась, потому что это касается моей профессиональной карьеры, также наставничество, не затрагивает только одного человека, для меня это не один человек, только, то есть есть первичный такой основной наставник, который всегда существует с самого начала, это мой босс Дальмастро, собственно говоря, он сейчас опять мой шеф, даже на работе, и, конечно, мне повезло, что очень хорошие были у меня наставники, есть другие люди, которых я тоже считаю своими наставниками, но, может быть, они не так важны, как самый главный мой первичный наставник, и есть два самых важных эксперта в беременности ракомолочной среды, также в участии из Брюсселя, из Университета Брюсселя, это тоже мои замечательные наставники, которые помогли мне так прекрасно защитить кандидатскую диссертацию, они работают тоже в этой области, это рак молочной железы, фертильность, беременность молодых пациентов с раком молочной железы, я хочу вам показать некоторые возможности, которые предоставили молодым членам, но членам, это новый проект, он еще не начался, к концу года он уже начнется, будет в конце года конгресса СМА, это программа наставничества СМА, это программа, которая молодых людей знакомит с потенциальными наставниками также за пределами их организации, их стран, используя, конечно же, интернет-технологии, это очень важный проект для всех, где бы вы ни жили, и если вы хотите получить наставника, собственно, вы можете его получить, даже если он будет в другой стране, таким образом. Третий важный момент, какие бы клинические испытания вы не проводили, вы не можете их сделать в одиночестве, вы должны сотрудничать с другими людьми, вы должны расширять сети сотрудников, и, конечно, это очень сложно для молодых, когда вы только начинаете свою карьеру, вы пока один, так сказать, наедине с собой, все это делаете, но как можно расширить сеть единомышленников, сотрудников, когда вы начинаете карьеру, прежде всего объединяйтесь в такие кооперативные группы, ну, например, группы по интересам, рак молочной железы, у нас есть международная такая группа, и у нас есть группа такая в Италии, вы расширяете такие сети, второе, профессор Павлидец уже говорил на эту тему, вы должны воспользоваться научным сообществом, которое предоставляет массу возможностей обучаться, эти возможности образовательные, помимо науки, конечно, наука, это понятно, очень важно, но помимо этого, это дает вам идеальную платформу для общения с другими молодыми профессионалами, которые заинтересованы в том, в чем заинтересованы вы, поэтому мы все единомышленники и собрались на этой конференции в этом зале, то есть надо посещать множество мероприятий ежегодных и самообразовательных, и вот то, что говорил Мария, также вот третий момент, если у вас есть время, свободное время, если ваше госпитие разрешит вам отпустить вас, путешествуйтесь, пусть на несколько дней, на несколько недель, на пару месяцев, общайтесь с другими людьми, несколько месяцев, полгода в США или где-то еще, у меня очень много коллег, с которыми я каждый день работаю в исследовательских проектах, они также представляют разные организации, и опять, чтобы вернуться к ЭСМО, и что ЭСМО может предложить, помимо образовательных возможностей, они организуют очень приятные мероприятия, такое сетевое взаимодействие, неформальное общение, и это объединяет единомышленников по темам исследований, можно работать вечерами, в субботу вечером, даже конференция ЭСМО проходит, зарегистрируется, вот поэтому я и, собственно говоря, зарегистрировался на вашу конференцию, мне это очень интересно, это такое веселое вечернее мероприятие, вы развлекаетесь, вы общаетесь с другими людьми и со всего мира практически где встречаетесь с теми, кто интересуется той же темой, над которой вы работаете, я встретил много единомышленников, работающих над теми исследований, дальше вы должны постоянно обновлять и улучшать ваши резюмы, вы должны публиковаться, потому что в научных кругах есть врачи, которые очень много часов проводят в госпитале и среди коллег, но если вы не будете публиковаться, вас в научных кругах никто не узнает, а будете публиковаться, вы финансирование будете получать с большей легкостью, если вы проводите клинические испытания, испытания в целом, это очень важно, если это будут публикации, и, собственно говоря, как публиковаться, ну, могу сказать, что мы можем начинать с фазы третьей рендомизированного клинического испытания, это может быть ваша первая публикация, можете начинать с самых простых публикаций, ну, вот, письмо редактору, это очень короткая публикация, и рецензия, и рецензия, так тоже очень хорошо начинать, вот такая статья, это как бы рецензия, рецензионная статья, очень хорошо это поставить себе в резюме, и я просто хочу сказать, что когда вы очень молоды, только начинайте свою профессионную карьеру, и ваши наставники будут получать сообщение по почте, чтобы они написали публикацию в том-то журнале, в этом-то журнале, и тогда и воспользуйтесь, это возможно, никто к вам-то не обратится, пока вы молоды, никто вас не знает, и речь идет о разных, даже импакт-факторах, другие, если никто не знает, вот, первая моя публикация была в журнале, у которого не был даже импакт-фактор, но, собственно говоря, мои статьи узнали, ее дальше обсуждали, и так далее, и фертильность, и беременность, и рак молочной железы, дальше вы можете сделать мета-анализ, и это не совсем то же, что перспективный анализ, глинические испытания, мета-анализ, работа и с первоначальной работой, и с исследованием, и который может пойти в журнал с высоким импакт-фактором, но я анализирую подобные публикации, есть некоторые статьи, которыми я больше всего горжусь, вначале я горжусь некоторой статьей, которую я публиковал как обучаемая, а другое как уже как наставник, очень много разных компонентов мета-анализа, ну, собственно говоря, есть специфические правила, как проводить мета-анализ, это не то же, что рецензионная статья, мета-анализ, это гораздо сложнее, но если все правильно сделаете, можете, конечно же, рассчитывать на публикацию в серьезном журнале, в научной области, потому что это окажет конечное воздействие на ваших пациентов, и дальше, что еще важно для карьеры, для вашей профессора Павлидис уже это упоминал, это дает вам очень хорошую платформу для того, чтобы вы улучшились, вы откорректировали свое резюме, может быть, получили грант, участвовали в разных программах, и я всегда говорю, что СМО сыграло очень важную роль в моей карьере, и я начинал подавать заявки на грант СМО, еще когда никаких публикаций не было, или кто-то мне отказывал в публикациях, но я подавал, собственно говоря, на это, но, собственно говоря, есть много места свободных, там, допустим, в некоторых из-за вот этих программ и ваше резюме, на тот момент оно не такое, может, впечатляющее, но все равно вы можете написать очень хорошее мотивационное письмо вместе с этой заявкой на этот грант, чтобы действительно убедить тех, кто это решает, что вам очень нужно это место. Благодаря этой программе я потом смог записаться на более длительные программы, на 6 недель, и, собственно говоря, легче было защитить кандидацию в Брюсселе, чем длиннее срок этой программы, тем сложнее получить на нее, подать заявку, чтобы она была одобрена, чтобы вы подпали под критерии приемлемости, но вообще на каждый проект нужны деньги, даже на самый простой проект с ретроспективным исследованием все равно нужны деньги, потому что вы должны, потому что статистики должны обрабатывать ваши данные и проверять, вы должны писать заявку на грант, это очень сложно, если хотите больше узнать, как подавать заявку на грант, есть очень хорошая сессия, которая организована раковым фондом, онкологическим фондом конкурса, именно посвящена тому, как писать заявки на грант, вы обратитесь вначале к своему наставнику, чтобы он помог вам написать грант, и потом уже сможете писать гранты сами, и что еще важнее, наверное, обратитесь к своему наставнику, чтобы он отрецензировал вашу заявку, и также вы потом уже поймете, как точно надо писать гранты, сами может отрецензировать еще другую работу для того, чтобы набрать опыта в этом, и вот действительно очень важно то, что мы все это обсуждали, потому что это очень важная идея, которая может из этого возникнуть, если вы наберете достаточной идеи, собственно говоря, то вы сможете делать такие исследования, если вы не сможете это доказать в письме, которое вы прилагаете к заявке, так вы не получите грантовый денег, потому что те, кто будет выдавать, подумают, что ничего особенного не написать, зачем тратить эти деньги, резюме это уже очень важно, конечно, надо его обновлять, поддерживать, и вот еще один важный момент, опять-таки найдите хорошего наставника, который будет поддерживать вашу заявку, и поможет вам получить грант, и еще, что важно, очень важно, вы должны всегда быть очень замотивированным, исследование, это вам не шутка, это очень длительный процесс, и много будет препятствий на этом пути, это такое длительное путешествие от идеи до окончательной публикации в середином журнале, никогда не сдавайтесь, будьте замотивированы, реализуйте ваши проекты, несмотря на все препятствия, следуйте правилам, есть четкие правила по разному типу исследований, но метаанализ, конечно, может сложен, перспективные исследования, клинические испытания, они зиждутся на правилах, есть различные комитеты, информированное согласие, исследование, все надо делать правильно, следовать четким правилам, всегда будьте честными и справедливыми, это очень важно, когда мы молоды, и самое важное для нас это авторство в журнале, мы на все готовы, может быть, но когда мы молоды, очень важно с самого начала проекта обсудить этот проект, с самого начала, кто будет отвечать за проекты и кто поможет вам опубликовать и кто будет первым автором вашего проекта и кто будет последним автором вашего проекта, кто будет вашим наставником, вы должны очень четко с этим определиться с самого начала, тогда ваше испытание пройдет легче и не создаст проблем в конце, потому что в конце проекта все хотят перетянуть на себя одеяло, так сказать, получить благодарность за работу сделанную, вы должны быть научно корректными и справедливыми и честными, если что-то сделали не так и это было обнаружено, а статья была напечатана, это было обнаружено, распрощайтесь с профессиональными научными карьерами. и, наконец, наверное, это самый важный момент репрезентации, это то, как вы эти статьи действительно подаете, вот есть статья, которой я очень-очень горжусь, опубликован в журнале не самым лучшим, но хорошим, это исследование, испытание, простая идея, это было ретроспективное исследование, испытание, которое я начал, когда учился на первом курсе и вот на разных конференциях, когда я слышу молодых замотивированных ученых, которые хотят проводить исследования, публиковаться, несмотря на все сложности, которыми сталкиваясь, мы все были очень молоды и тогда мой наставник не очень сильно меня поддерживал, но мы смогли эту идею, собственно говоря, передать, и она вошла в окончательную публикацию, и именно эта публикация изменила мои взаимоотношения с моей наставницей, потому что тогда она гораздо больше стала ценить то, что я делал, чем раньше до этой публикации, и это очень важно было для моих сотрудников, для моей сети, потому что я доказал с помощью этой публикации, с помощью этой статьи, что я, может быть, злоупотреблял временем в моих сотрудниках, но мы сделали замечательную совместную работу, которая была оценена, и все об этом теперь знают, то есть я говорю, как начать исследование, заключение, должны найти свою нишу интересов, которая важна для вас, и что еще важнее, для пациентов, выбирайте наставников, правильно, расширяйте вашу сеть сотрудников, и единомышленников, профессор Павлиц, об этом тоже говорю, обновляйте CV, пишите заявки на грант, будьте замотивированы, следуйте правилам, будьте честными и справедливыми, если приедете в Гену, в наш госпиталь, приезжайте, мы можем обсудить проект, а там рядом мороженым торгуют, а мороженое очень вкусное, будем есть мороженое, обсуждать проект, большое спасибо. Продолжение следует...